В процессе монтажа гидрошпонок на объекте неизбежно возникает необходимость их стыковки в разных вариантах. В этом ролике мы покажем, как произвести торцевую и угловую сварку гидрошпонки FM-140 на 50. Для этого вам понадобятся гидрошпонка FM-140 на 50, струбцины и вспомогательная платформа с направляющими, а также набор инструментов. Термоустойчивые перчатки, два ножа для подрезки, рулетка, плоскогубцы, деревянная лопатка, пробник для проверки сварного шва и нагревательные шины. Для начала зафиксируйте гидрошпонку в струбцинах с небольшим выступом. Подрежьте их ножом под прямым углом. Выравнивание производится по струбцине, используя ее в качестве лекала или направляющей. Важно! Для торцевой сварки сделайте выпуск с прямого конца струбцины. Затем снова сделайте выпуск шпонки в 4-5 мм под сварку. Зафиксируйте их зажимами. Далее совместите обе шпонки, сводя их навстречу друг другу в струбцинах по платформе с направляющими. Убедитесь, что срезы плотно прилегают друг к другу. Включите нагревательную шину на температуру в 270 градусов по Цельсию. Горячую шину поместите между двумя струбцинами строго перпендикулярно торцам. Разогрейте торцы гидрошпонки до равномерного оплавления. Затем уберите шину и плотно прижмите обе части гидрошпонок, сведя их вместе. После остывания извлеките гидрошпонку из зажимов. Выполните проверку шва на изгиб скручиванием. Стрежьте выплав. Осуществите проверку пробником. Сварка торцевого соединения завершена. Угловые соединения гидрошпонок выполняются при смене направлений железобетонных конструкций. Стыковка под углом 90 градусов выполняется аналогично прямому стыку и с той же последовательностью. Сделайте выпуск для последующей стыковки. Сведите обе струбцины по направляющим под прямым углом и убедитесь, что срезы плотно прилегают друг к другу. Затем произведите разогрев торцов нагревательной шиной до равномерного оплавления. И убрав ее, плотно прижмите обе соединяемые части. После остывания извлеките гидрошпонку из зажимов. Стрежьте выплав и выполните проверку качества сварного шва с помощью пробника и скручиванием на изгиб. Сварка углового соединения завершена. Сварка углового соединения завершена.